Всех приветствую на своем канале. С вами Лёля и её, как обычный, бардак. Там у меня на фоне, возможно, видно всякую разную траву на газетке, сохнущую там математику и прочее. Это видео будет посвящено вкусняшкам. У меня был запрос, кажется, что-то там по поводу, как я пробую вкусняшки, и что-то там вообще рассказать о вкусняшках. Кажется, два запроса. Я решила, что, наверное, их можно объединить в одно. У меня, конечно, всё ещё живо какао Дениса. Привет тебе, если вдруг меня смотришь. И я помню про твой запрос. Буквально сегодня я хотела сделать его, записать про улицу угличасовую, но у нас весь день со вчерашнего вечера буквально льёт дождь, и мы с Женькой гуляли под дождём уже просто вечером. И да, сегодня ещё будет видео. Возможно, правда, оно загрузится, уже обработается к завершему утру. О том, как мы готовим кушать. Это как бы маленький анонс был. В общем, у меня, конечно, ещё есть какао от Дениса. Я его ещё никак не попробую. Я всё буквально совсем недавно что-то не пила. Я тут какао вообще его как-то не пользовала, не юзала, но у меня совсем недавно закончилось. Обычная моё типа какао-микс. Ну, это такое растворимое. Сегодня я зашла в магазин. У меня, как обычно, закончилось сладкое. Но у меня тут вместо того, чтобы доделывать красавицу 4,5 главы, у меня тут получилось, что у меня надо рядачить цветок. В принципе, для меня это даже радость, потому что я рад набрать это какой-то. Я, как обычно, накупила сладкого. Что-то попало под скидки, что-то мне давно уже нравится. И, соответственно, я увидела ещё новинку какую-то. Для меня это была новинка. Я решила, что можно, наверное, делать обзорчик, пока у меня есть время. Пока родня ещё не прижла. И пока, вроде как, я ещё не попробовала ничего. На самом деле, конечно, я пробовать эти вкусняшки не буду, потому что я их знаю. И ещё, во-вторых, если я сейчас попробую вкусняшки, то я не смогу покушать овощей, которые, вроде как, всё-таки, да, и на, сначала есть еду, а потом уже сладко. В общем, начну я, пожалуй, обзор. Люди АСМР, можете чуть-чуть послушать, как я тут шуршу. Правда, я говорю громко, поэтому вам не придётся надевать наушники. Это у нас мармелад Дикси цитрусовый миск. Он мне очень нравится. Это я покупаю уже, наверное, четвёртую упаковочку такую. Тут у нас мармелад желейный, резаный, дольки, мармедольки даже это называется, ассорти. Это Диксиевская марка Ди, как мы видим, да, с цитрусовым вкусом. 300 грамм. Тут у нас состав. Сахар, патока, агент, желирующий агар. Это, в принципе, хороший пока состав, да, яичный белок, регулятор кислотности, ремонная кислота. Куда уж без неё. Ароматизаторы натуральные. Это ремонное масло, апельсиновое масло, грейтфрут. Вот. Давай ем масло. И потом у нас уже красители кармин и куркумин. Ну, я думаю, что они по жизни где-то тут есть. И он, на самом деле, очень вкусно пахнет именно вот этими цитрусовыми маслами, именно апельсином и лимоном. Я сначала думала, что может быть химия, но вот я только на третьей пачке обнаружила. Сейчас вы, я думаю, тоже его видите. Тут две дырочки. Они пропускают воздух, соответственно, дают ароматом выйти наружу. Это очень классный, вкусный мармелад. Я его советую. Он стоит где-то 49 рублей в Диксену. Может быть, грубо говоря, с копейками, то как там округлиться. 50 рублей, это 300 грамм. Я считаю, что это нормально. Сделан он у нас 1 августа 2016 года. Вот совершенно недавно, новенький такой. Ну, и тут у нас апельсиновые дольки, грекрутовые дольки и лимонные. В этот раз у меня лимонных совсем чуть-чуть, как вы видите, вот я думаю, через прозрачный пакетик. Тут у меня больше апельсиновых, а я очень-очень люблю эти дольки цитрусовые, не поверите. Цвет мармелад, я очень люблю вот эти дольки. И вот такой вот, ну, в принципе, я вскрою, потому что все равно, что я его потом буду пушить, тогда я вам просто покажу сейчас одну из долек. Хотя у меня сейчас будут руки со сахарем. Он, да, вот он посыпан сахаром, такой хороший мармеладик. Если вы любите сладкое, любите мармелад, то я вам его советую. Если у вас проблемы с желчным пузырем или с желчи этой дофига, и она медленно циркулирует, как, допустим, у меня, то обычно советуется лопать мармелад и зефир. Зефира у меня в этот раз нет, но зато есть мармелад. Довольно вкусно. И вот теперь у меня руки в сахаре. Знали бы вы, как я терпеть не могу, когда у меня руки липкие. И у меня вместо влажной салфетки есть только такой вот, уже слегка помятый бумажный платочек. Что у нас еще? А еще у нас вот такие конфетки, тоже АСМР практически, но так как я говорю громко, то это уже не АСМР. Это у нас рост тонкий, я их очень люблю, я тоже их брала по скидке. Вот, кстати, те-то без скидки, я те брала по скидке, что-то там, не знаю, 111-4 рублей. Источник витаминов, это у нас называется, 400 грамм, 27 мая сделано и до 24 октября оно может сживаться. Это халва в шоколадной глазури. На самом деле я очень люблю халву в шоколадной глазури, не поверите. Я люблю и халву, а халву в шоколадной глазури еще больше. В общем, это, по-моему, у нас арахисовая халва, источник витаминов без холостерина. Я думаю, что вот если вы пойдете в Дикси, я думаю, и эти акции мекаться во все, наверное, регионах России, не знаю, как в других, хотя я знаю, что Дикси за границей это обозначает приносные туалеты, но не будем о другом. Тут у нас вот такая вот халва, 400 грамм. Я как-то тут в Атаке, это филиал Ашана, такой же магазин у нас есть в Угличе, я покупала тут ее на развед. Штучек 8, ну и, соответственно, очень быстро скомячила. Три штучки и высытые, здоровые, довольные, да, здоровые. Ну, здоровые, наверное, тоже здоровые, да. Вот такая вот халва обычная, традиционная такая, да. Я даже немножко разверну. Я понимаю, что немножко не угождаю, наверное, людям, которые жут, что я буду жрать на камеру, то бишь пробовать вкусняшки. Ну, у меня тут даже такое огромное послание в речку написали. Наверное, думали, ну, конечно, я не хочу вас обидеть. Как обычно начинается, когда такое пишут, будут их такой, да, уже хотят обидеть. Там написали мне кучу-кучу-кучу всего. То, что с видео, в принципе, никак не связано. Свяно лично со мной. То бишь, если я изменюсь, то, конечно, люди, которые меня смотрят, они уже не будут меня смотреть, потому что это буду не я. Как уже много раз говорилось, и не только мной, и людьми просто у меня в комментариях. Ну, и, в общем, там меня просили, пожалуйста, не снимайте все подряд, не снимайте все обзоры и не ешьте, типа, на камеру. Вот я как раз сейчас не ем на камеру, но я вам показываю вкусняшку. Еще у меня тут, еще сладенькое. Это птичье молоко, тоже Родфронт. Я его брала по скидке, что-то 79, ну, короче, 80 рублей. Тут у нас 225 грамм. Они сделаны 31 мая и до 27 ноября у них срок годности этого года. Даже партия 001-003. Вот, конфеты Родфронт, птичье молоко, настоящее. 2015 год дали им какую-то тут премию. И оно производится у нас с 1967 года. Государственный знак качества. Вот такое вот действие. Я думаю, все, наверное, знают птичье молоко. Там бывали такие вот, и тут они квадратиками, есть еще такие прямоугольнички, да, такие батончики маленькие в коробочках. Раньше были там с желтой, под шоколад и белой начинкой. Эти, скорее всего, сделаю начинкой, раз уж они вообще не на ценнике были как ванильные. Что у нас тут такое? Угощение и сказки. Я, в принципе, ее сейчас вскрою и даже могу, наверное, разломить. Вот у нас это птичье молоко. Вообще, у меня что-то на фотике сегодня осталось только 13 минут. Не знаю, что вы там, вроде корзину я чистила. Вот такая вот конфетка. Я ее немножко разломлю. И да, у нас тут белая начинка. И не поверите, ведь мне это потом все придется съедать. Как минимум ту конфетку. Ну и ладно, она развернутая. Вот эту-то точно придется съесть сегодня с чаем. А еще я себе купила какао-растворимый напиток. Тоже от марки Dixie из Dixie. Не содержит красителей, консервантов. 220 грамм содержит калий, магний, фосфор. В принципе, что он еще может содержать в какао. Он сделан у нас 26.07.2016. И срок у него годности 18 месяцев. Вот такое вот чудо. Тоже 79 рублей. И оно буквально там еще баночки две, наверное, оставалось. Тут у нас состав. Кстати, состав меня радует. Сахар, какао, порошок и соль. Все. Ну и тут, соответственно, 2 чайных ложки растворить там в стакане горячего или холодного молока. И перемешать. Вот такое вот действие. Я, кстати, его сейчас открою при вас. Но тут зафольгировано. Такой золоченой фольгой. Ну и как-то его вскрывать тут криво. Потому что, наверное, надо будет прорезать. О, я прорезала ногтем. Слушайте, пахнет очень вкусно какао. Я даже захотела сейчас сделать какао. Хотя у меня там, по-моему, только сливки. Из которых мы сегодня будем делать молочный хактель с моей родственницей. Ну, такие крупные горошинки и мелкие. В общем, довольно интересно. Если я вдруг его буду пить, у меня будет, точнее, молоко под рукой. И будет свободное время или там вечер, или как-то так. Или свет подходящий. То, возможно, я запишу вам какао. Потому что, точнее, СМР с какао. Насколько я помню. Шепот с какао. Нас любит. Лапка 90. Лапка 90. Привет тебе, Гигей. Так-с. Это из того анекдота про Гигей. У меня маленький мусор. Мусор у меня не лезет. Придется его выкидывать позже. А еще у меня тут были вкусняшки. Хоть они не сладкие. Но я очень люблю бананы. На самом деле, я люблю зеленые бананы. Вот у меня тут один уже пожелтел слегка. Пока я его несла. На самом деле, он был слегка пожелтый уже. А, да зеленый. Такой крепенький зеленый бананчик. Я люблю, правда, позеленее. Они бывают пресные там и сладкие. Какие-то так. Какой из них я не помню. Но какими-то бананами кормят обезьян. Я просто помню моя маманка. Когда у нас кот умер. Она хотела завести обезьянку. Точнее, еще когда у нас кот уже был. Что-то он все болел. Точнее, он пропал. Мы думали, что он пропал совсем. Но он вернулся. И пришел в деревню, прикиньте, там сколько-то километров. И она хотела завезти обезьянку. Потому что мне ей не нравились. И там я какой-то говорил, вот, обезьянки живут такие-то бананы. Что-то не знаю, что у нас не сложилось с этой обезьянкой. В принципе, было бы напряжено ее. В клетке же не будешь держать обезьянку. А так бы был бардак. Еще больше, чем есть. Не поверите, да? И, в общем, я вообще сейчас собиралась похавать этих бананов. Потом вспомнила, что у меня есть овощи. Но сейчас я снова вспомнила, что у меня есть бананы. И овощи можно поесть завтра. К тому же, мне сейчас надо заливать это видео на компьютер. Обрабатывать его. Чуть-чуть срезать. Потому что, вы увидите, слегка не только мои руки, но и тяжелые руки. И, соответственно, овощи у меня пойдут на завтра. Овощи вы увидите в следующем видео. А я сожру вот этот бананчик. Ну и мне приятного аппетита. Вам приятного просмотра. До новых встреч. Если досмотрели до конца, то я очень рада. Пока.